ЖИВАЯ ПЛАНЕТА Кошки являются наиболее популярными домашними животными во всем мире. Это умные, ласковые, загадочные существа. Несмотря на такую популярность, в мире все еще существует множество заблуждений об этих животных. Итак, 10 самых распространенных мифов о кошках. Кошки – животные-одиночки. Они любят быть наедине. Это неправда. Более того, если кошка останется надолго одна, это может повлечь за собой возникновение стрессового состояния, иногда достаточно тяжелой форме. Поведение животного может резко измениться. Возможно, непроизвольная дефекация и мочеиспускание, рвота, отсутствие аппетита, тревожное состояние. Если такое все же произошло, то нужно предпринять все для нормализации состояния животного. Его нужно отвлечь играми и одарить вниманием. А лучше, конечно же, обратиться за консультацией к ветеринару. С использованием кошачьего лотка всегда возникают проблемы. Это неправда. Если ваша кошка не ходит в туалет в лоток, то это, скорее всего, исключительно медицинская проблема, которая, в свою очередь, может быть вызвана стрессом. Вот почему лучше всего обратиться к ветеринару. Как только вы определите причину, по которой кошка не ходит в лоток, ее можно будет быстро решить. Чаще всего для этого используют специальные кошачьи феромоны или специальную подстилку для лотка. Кошки царапаются из-за психических расстройств. Это утверждение также не является истиной. Иногда кошки царапаются из-за раздражения, которое может быть вызвано даже недостатком внимания со стороны хозяева. Некоторые кошки могут поцарапать во время игры. Если это произошло, то лучше всего не двигаться и переключить внимание питомца на игрушку. Кроме того, причиной, по которой кошка царапается, может быть даже такое заболевание, как артрит. Эта болезнь вызывает болевое ощущение, что приводит животное в раздражение. Если вы заметили, что царапание стало систематическим, то, естественно, вам нужно обратиться к врачу. Кошки высасывают жизнь из новорожденного. Откровенная ложь. Городская легенда о том, что кошки забирают жизненную энергию младенца, так и остается легендой. В мире не было ни единого подтверждения факта такого инцидента. Кроме того, кошки и дети могут расти в тесном контакте между собой и прекрасно ладить. Правда, не нужно оставлять животное и ребенка без присмотра взрослых. Кошкам не нужны особенные игры. Они сами прекрасно себя развлекают. Это, конечно же, ложь. Кошки нормально развиваются, когда они активны. Нормальному развитию животного способствует ежедневный, хотя бы не длительный контакт кошки со своим хозяином. Порой эти животные чувствуют себя счастливыми, когда будят своего хозяина по утрам. Они любят прогулки, и их очень легко можно приучить к поводку. Кошки никогда не уживаются с другими кошками. Это откровенная ложь. Кошки часто радуются компании другой кошки. Если вы взяли себе двух котят, то это означает, что они отлично уживутся. Помимо этого, в зависимости от породы кошки, можно даже принести в дом другую, взрослую кошку. Со временем они приживутся и будут обязательно дружить. Проблема с царапанием мебели связана с плохим поведением кошки. Это, конечно же, ложь. Кошки любят царапать, но связано это с тем, что таким образом они точат когти и снимают беспокойство. Это способ реализации перезбытка энергии. Также таким образом животное метит свою территорию. Однако эта проблема решается, если приучить вашего любимца царапать в определенном месте вашего дома. Кошки ненавидят посещение ветеринарной клиники. Ложь. Кошки нуждаются в постоянном ветеринарном осмотре. К большому сожалению, большое количество кошек не видят ветеринара из-за своего хозяина, который считает, что подобные посещения клиники вызывают у животного стресс. Регулярные медицинские осмотры крайне важны. Они позволяют определить на ранних стадиях возможные заболевания, которые порой могут не проявляться. Большинство современных медицинских клиник имеют отличную позитивную атмосферу для животных. Часто в таких клиниках располагают специальные залы ожидания врача. В них кошка может поиграть и не испытывать ни малейшей доли беспокойства. Если же ваша кошка испытывает страх в клинике, поговорите с врачом о том, как лучше организовать медицинский осмотр. Кошки умны, поэтому не нуждаются в дополнительном обучении. Откровенная ложь. У кошек после их рождения происходит период социализации. Обычно он проходит в течение первой недели жизни, как правило во вторую-седьмую неделю. В этот период котята учатся и узнают мир. Они набираются опыта о том, что для них опасно, а что нет. Этот период является ключевым в адаптации животного. Пару кошки не всегда могут адаптироваться к окружающему миру самостоятельно. Специально для таких животных существует специальная группа адаптации. Там котенку помогут укрепить доверие к окружающим и повысят его коммуникабельность. Мяуканье кошки абсолютно ничего не означает. И опять-таки ложь. Следует признать, что чрезмерно интенсивные мяуканье могут раздражать. Но кошка мяукат из-за того, что это форма общения животного с вами. Коты прекрасно понимают, что они получают от вас в ответ. Часто, когда котенок мяукает, он получает ласку и заботу от вас. Однако подобные голосовые обращения могут свидетельствовать о наличии медицинских проблем, таких как деменция, гипертиреоз и высокое кровяное давление. Поэтому, если вам показалось, что кошка мяукат не совсем привычна для вас, обратитесь к ветеринару из-за консультации. Расскажи в комментариях, какие мифы о кошках знаешь ты? Конечно же подписывайся на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин